Нацизм, геноцид – это преступление, которое не имеет срока давности. Фашистский геноцид на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны – масштабная трагедия белорусского народа. Ежедневно органы прокуратуры вскрывают все новые факты, совершенных нацистами злодеяний. Активная роль в расследовании геноцида принадлежит Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. Сергей Шиконец, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры, на встрече с активом идеологических работников Брестской области подчеркнул, что сегодня основная цель – сохранение исторической памяти о тех испытаниях, которые выпали на долю белорусского народа в годы войны. Несмотря на все попытки переписать историю, органы прокуратуры считают своим священным долгом донести правду о совершенном против жителей Беларуси особо тяжком преступлении – геноциде. «Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается. Да, мы устанавливаем практически ежедневно все новые и новые факты преступной деятельности нацистского режима на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Устанавливаем еще живых свидетелей этих страшных событий и очевидцев, но расследовать мало. Надо еще об этом говорить, доводить информацию до наших жителей, потому что на сегодняшний день вопрос сохранения исторической правды очень остро стоит. Молодежь, не одно поколение живет в мире, в спокойствии, поэтому трагические последствия от Великой Отечественной войны им просто неизвестны. Поэтому одна из основных задач и работ, проводимых в ходе расследования – это информирование населения, обеспечение идеологической преемственности поколений. Принятие мер по защите нашей исторической правды – вот основные цели от информационной работы, основанной на результатах расследования. И прокуроры нашей страны абсолютно во всех уголках нашей страны такую работу проводят. Сегодняшнее мероприятие с активом Брестской области, оно направлено на то, чтобы эта информация дошла до каждого жителя Брестской области, ну и в целом страны. Люди, услышавшие о результатах расследования, получившие информацию из, как говорится, первого источника, естественно, доведут ее в районах до, ну, по сути, до каждого, до каждого жителя района. Представитель Генпрокуратуры рассказал о расследованиях уголовных дел о геноциде белорусского народа и миллионах загубленных фашистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. На территории современной Беларуси было создано свыше 580 лагерей смерти, о которых за годы Великой Отечественной войны уничтожили и замучили огромное количество людей – наших соотечественников. Самый крупный из них – печально известный всему миру – лагерь Тростенец. По официальным данным, там было уничтожено не менее 540 тысяч человек. Особой мерой воздействия на людей стали так называемые карательные операции – сожжение целых населенных пунктов вместе с их жителями. Каждому белорусу хорошо известна история деревни Хатынь. Сейчас одно только ее упоминание вызывает печальные ассоциации. А тем временем на территории Беларуси таких деревень сотни. «Нами установлены много ранее неизвестных фактов о Великой Отечественной войне, фактах геноцида, который был организован фашистским режимом. И на сегодняшний день мы уже говорим, что масштабы трагедий от Великой Отечественной войны, от действий карателей намного шире и больше, чем считалось раньше. Например, до начала расследования считалось, что на территории БССР пострадало от рук карателей 9200 сельских населенных пунктов, то есть деревень, сожженных полностью либо частично, в том числе вместе с жителями. На сегодняшний день установлено более 3000 ранее неизвестных таких населенных пунктов. И таким образом количество пострадавших сел и деревень превышает 12200. Среди ранее неизвестных населенных пунктов 70 сестер Хатыни. И на сегодняшний день работа в этом направлении продолжается. И, к сожалению, цифры эти будут только увеличиваться». Полученные доказательства позволяют утверждать, что последствия политики геноцида для белорусского народа оказались тяжелее, чем считалось ранее. «Белорусский народ, он пострадал достаточно серьезно. И когда мы начинаем глубоко изучать всю нашу историю, мы видим, сколько было еще возможностей тогда погубить весь народ белорусский. И ни одна Хатынь наверняка находится на нашем поле боя. И те партизаны, которые смогли тогда выстоять, они вновь обретают ту силу, ту уверенность, что партизанское движение смогло выстоять и поднять весь наш народ». «Я считаю, что такие темы и такие встречи очень важны, особенно для молодежи, для руководителей, для замдиректоров, для руководителей военно-патриотического воспитания. Ведь они – проводник между старшим поколением и младшим поколением. Если мы будем забывать такие страшные события, которые творились в те времена, то, конечно же, это все повторится. Мы не должны никогда повторить геноцид». Вторая мировая была не просто войной. Она стала попыткой истребления славянских народов. Священный долг всех белорусов помнить самим об этих событиях, а также не давая другим забывать или тем более искажать правду об истории нашей страны.